В чем смысл новой брони Геральта, мета-шуток из первого сезона и загадочных ведьмаков прошлого? Вот всё, что вы могли пропустить во втором сезоне Ведьмака. Поскольку Ведьмак – это сериал в жанре тёмного фэнтези, неудивительно, что многие сюжетные повороты связаны со сказочными мотивами. Первый эпизод второго сезона рассказывает адаптацию одного из самых популярных рассказов из книг Крупица Истины. В нём рассказывается мрачная история любви, напоминающая классическую сказку Красавицы и Чудовище. Но Чудовище из Ведьмака был проклят после того, как сделал нечто гораздо более плохое, чем грубое обращение со старухой у дверей замка. Группица Истины показывает, как Геральт и Цири встречаются с Нивиленом, который был проклят после нападения на храм и жрицу. Проклятие одарило его кабаньими клыками, мехом и острыми когтями. Нивилен скрывает от Геральта ещё один секрет. Его любовница, Вериена, что живёт с ним в заброшенном замке – вампир, который питается путешественниками, подходящими слишком близко к замку. Виерена – Брукса, могущественное существо, питающееся кровью и способное превратиться в гигантскую летучую мышь. Геральт бьётся с Виереной, но в их схватку вмешивается Нивилен и закалывает Бруксу, чтобы защитить ведьмака и принцессу. Этот акт крови и любви разрушает проклятие Нивилена, и он возвращается к своему человеческому облику. Поскольку во втором сезоне Ведьмака заметную роль играет Весемир, его персонаж должен был опираться на Ведьмака Кошмар Волка – аниме от Netflix, в котором описывается прошлое Весемира и жестокое нападение на Каэр Морхен. Пусть ведьмаки и медленно стареют, Весемир всё равно считается старейшим из них. В аниме показано, как он становится наставником не только Геральта, но и Ламберта, Эскеля и Ремуса – четырёх мальчишек, спасшихся от битвы в конце Кошмара Волка. Во втором сезоне Ведьмака мы наконец-то встречаем повзрослевших Эскеля и Ламберта. Ремус же появлялся в первом сезоне и был убит стрыгой. Пока Весемир обучал Цири, он немного ей рассказывал об истории Каэр Морхена и способностях ведьмаков. Он рассказывает ей о сражении за Каэр Морхен, в котором люди и созданные магией и монстры напали на замок в попытке уничтожить ведьмаков. Кроме того, нам показывают массивное дерево в центральном зале Каэр Морхена, на котором висят медальоны павших ведьмаков. За пределами крепости Каэр Морхен землю усеивают кости людей и монстров, в том числе и массивный скелет, который вполне мог принадлежать мутировавшему Грифону, который напал на Весемира в Кошмаре Волка. В сценах второго эпизода, действия которых происходят не в Каэр Морхене, мы наблюдаем за побитой и сломленной Йеннифер, схваченной силами Нильфгарда после битвы на Содонском холме. Она воссоединяется со своей бывшей одноклассницей Фригильей, волшебницей, сражавшейся на стороне Нильфгарда. Кроме того, она встречается с Францеской, эльфийской чародейкой и лидером своего народа. Трое чародеек входят в некие древние руины, в конце которых находят бревенчатый дом, который поднимается на тонких ногах. Внутри каждая из них встречает свою версию Бессмертной Матери – персонажа, созданного для сериала, который стал таинственным антагонистом всего второго сезона. Пусть этой сюжетной линии и не было в книгах, дом на ногах и черты Бессмертной Матери пересекаются с деталями из игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Кроме того, дом напоминает славянскую сказку о Бабе Яге, мифическом персонаже, который живет в избушке на курьих ножках. В Ведьмаке 3 ведьмы, известные как хозяйки, тоже были основаны на сказках о Бабе Яге. Бессмертная Мать тоже немного напоминает Бабу-Ягу, ведь она превращается в разных людей в зависимости от того, с какой чародейкой говорит. Пусть сериал Ведьмак от Netflix и основан на рассказах и персонажах из книг, оба сезона содержат в себе тонкие отсылки на сверхпопулярные видеоигры. Второй эпизод второго сезона, названный Каэр Морхен, посвящен обучению и тренировкам Цири в замке ведьмаков. В одной из сцен, Весемир проводит для Цири небольшую экскурсию по хранилищу Каэр Морхена, в котором находится оружие и доспехи ведьмаков прошлого. Камера фокусируется на двух сверкающих мечах, которые фанаты игры Ведьмак 3 Дикая Охота узнают сразу же. Верхний меч – это меч Школы Змеи, серебряный клинок, который легко узнать по змее на его навершии и его гарде в форме стрелы. Нижний клинок, стальной, принадлежит Геральту. В играх ведьмаки обычно носят два меча – стальной для борьбы с магическими существами и другой, покрытый серебром, чтобы убивать чудовищ. Кроме Геральта, одним из самых популярных персонажей сериала Ведьмак был Барт Лютик. В первом сезоне Геральт и Лютик расходятся после ссоры, в которой Геральт обвиняет Барда во всех своих недавних бедах. Тем не менее, во втором сезоне у Лютика дела обстоят неплохо, поскольку он сменил имидж и разработал новое звучание, которое перекликается с его описанием в книгах и играх. Теперь у Лютика более длинные волосы, небритое лицо и новая одежда, которая больше соответствует образу из книг и игр. Наряду с пурпурным кожаным пальто одна короткая сцена показывает, как он напевает в шляпе с пером цапли, возвращая один из своих самых запоминающихся аксессуаров. Второй сезон Ведьмака по большей степени мрачный, но в нем нашлось немного места для легкой беззаботности благодаря музыкальному стилю и комментариям Барда Лютика. Когда мы впервые встречаемся с ним в 4 серии, он играет новейшую балладу – эпичную песню о расставании, Гари, мясник, гори. Она тревожно эмоционально и весело повторяет некоторые из приключений первого сезона с точки зрения Лютика. Может, она и не настолько навязчивая, как Чеканная монета, но привносит во второй сезон комедийную разрядку. В одной запоминающейся сцене какой-то мужчина говорит Лютику, что его племянница является большой поклонницей его работ, но, кроме этого, он высказывает несколько резких критических замечаний по поводу одной из песен Лютика. Само собой, это мета-шутка над запутанными временными линиями первого сезона. Авторы Ведьмака заранее сообщили об изменении структуры сериала в этом сезоне. Шоураннер Лорен Смит Хисрич участвовала в сессии Задай мне любой вопрос на Reddit в 2020 году, где подробно рассказала, что второй сезон станет гораздо менее запутанным, специально для тех, кто проигнорировал первый сезон. Во втором сезоне Геральт даже ворчит меньше, чем в первом. Согласно Гизмода, Генри Кавилл сказал, что упорно настаивал на изменении этой черты персонажа. Но это не мешает Лютику весело подшучивать над ворчанием Геральта уже во втором сезоне, говоря, что Геральт хрюкает и сочиняет об этом песню. Интересно, как к этому относится сам Геральт? К середине второго сезона можно заметить, что Геральт смастерил себе новую блестящую броню. Это новая броня, сделанная из толстых железных пластин и кожи. Впечатляет. Она не сковывает движения Геральта во время битв с монстрами, кроме того, символизирует развитие персонажа и его философии. В сообщении Netflix Кавилл сказал, что приложил руку к созданию новых доспехов Ведьмака, которые облегчили бы ему передвижение и сражение. Во время создания обоих сезонов Кавилл открыто говорил о своей любви к франшизе Ведьмака, книгам, играм и сериалу, и о своем влиянии на изменение облика и характера Геральта на протяжении всех 16 эпизодов. Новая броня Геральта – это не просто улучшение мобильности персонажа. В том же сообщении Кавилл объяснил, что новая броня символизирует, что он оставался на одном и том же месте в течение куда более длительного периода времени. Как правило, Геральт постоянно путешествует, и у него нет возможности сделать новую броню. Однако время, которое он проводит в Каэр Морхене с Цири, Эскелем и Ламбертом, показывает его веру в безопасность оплота Ведьмаков и доверие к своим товарищам по охоте на чудовищ. В шестой серии под названием Дорогой друг беременная Франциска гуляет с Фрингильей по садам Цинтры. Две чародейки стали друзьями и заботятся друг о друге, но преследуют совершенно разные цели. Если Фрингилье служит Нильвгарду и таинственному белому пламени, то главной заботой Франциски стала безопасность её будущего ребёнка и её народа эльфов. Во время прогулки Франциска останавливается, чтобы вернуть жизнь нескольким белым розам, и выбирает несколько из них для детской люльки. Она рассказывает Фрингилье, что обнаружила свои магические способности после смерти матери, с которой она любила собирать цветы. В книге Кровь эльфов белые розы были символом эльфийской героини Аэллирен, известной как Белая роза Шаэроведа. Аэллирен известна тем, что повела эльфов в последнюю отчаянную битву против людей. В книгах белые розы до сих пор растут на руинах Шаэроведа, а возрождение роз Франческой стало небольшим намеком на жертву Аэллирен. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!